К первому сентября ремонт коммуникаций возле школ и детских садов должен быть завершен. Проблему нужно решить в кратчайший срок, до конца этой недели. Такие жесткие условия поставил первый замглавы Самары Владимир Василенко перед руководителями предприятий СКС и ПТС на еженедельном совещании по вопросам ЖКХ. За четыре дня нужно еще и привести в порядок участки, засыпать черноземом, посеять газон, восстановить тротуары и дороги с разметкой, знаками, светофорами и ограждениями. Речь идет о 12 проблемных объектах. Все сроки мониторить, ежедневно проверять, что сделано конкретно по каждому скрытию. Проверить и доложить. Перед началом учебного года территории рядом со школами и детсадами, где проводились работы по подготовке к зиме, будут отвечать всем нормам безопасности. Пообещали коммунальщики. Согласно протокольному поручению Владимира Андреевича Василенко, нам поставлена задача произвести благоустройство по вскрытиям в районе муниципальных объектов, школ, детских садов, институтов и так далее. До 30 августа по данным вскрытиям будет выполнено полное благоустройство. Подрядчики все нацелены, договора со всеми заключены. Если касаемо работ по грунту, там мы производим работу своими силами, системами. На самых сложных участках ремонта теплотрасс, улицах Ташкентская, Старозагора, Физкультурная, Бригады продолжат трудиться до середины сентября. Ситуация штатная. Опасений относительно соблюдения сроков работ нет. А на трех теплосетевых объектах необходимые работы уже выполнены в полном объеме. На Некрасовской, Садовой и Победы. Еще одна тема, которая находится на ежедневном контроле у руководства города – глобальная подготовка Самары к зиме. Чтобы получить паспорта готовности, владельцы зданий должны отчитаться по пяти пунктам. Закрыть долг перед поставщиками энергоресурсов и коммунальных услуг. Пройти гидроиспытания воды и теплоснабжения. Получить добро на эксплуатацию газового оборудования и вентиляции. Отремонтировать протекающие крыши. В прошлом году мы просто сдали опрессовку и приняли. А в этом году один из позиций не будет выполнен. Мы не будем давать паспорт готовности жилого дома к зиме. Жестко отслеживаем по каждому критерию, району и даем оценку подготовки жилищего фонда. Вот ожидаем, что на этом вопросе, естественно, и управляющая компания чувствует свою ответственность. По оценке городской администрации, управляющей компанией подготовили жилой фонд к зиме почти на 80%. Такая же ситуация и с соцкультбытом. Однако впереди еще три недели, чтобы исправить ситуацию к лучшему. С середины сентября специальная комиссия начнет проверку каждого здания и выдачу паспортов готовности к зиме. А Самара должна получить этот документ к первому ноябрю. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.